Всем привет! Сегодня такое немножко неформальное видео, наверное. Я без макияжа, ну как без макияжа, у меня тон на лице и куча консилера, которым я замазала кучу недостатков своих. Но больше на моем лице ничего нет, поэтому это в принципе можно считать макияж без макияжа. Видео у нас не про косметику, не про макияжи. Сегодня еще одно видео для моей рубрики «Поговорим». Видео я снимаю по просьбе Юлечки Вятской. Юлечка, привет тебе, если ты смотришь. Юлечка просила снять видео на тему, как я пережила переезд. Не помню дословно ее комментарии, ее просьбу. Я попытаюсь более-менее расслабиться, как-то абстрагироваться вообще от камеры, от того, что я снимаю видео. Я хочу просто с вами поделиться своими впечатлениями, своими переживаниями, своими мыслями. И у меня есть некие наброски в моем блокноте. Я поэтапно написала вопросы такие, да, и буду, соответственно, их читать. Соответственно, на эти вопросы я буду отвечать, но это будут такие вопросы не общего какого-то характера, а здесь больше вопросы написаны именно как по сценарию, потому что я не готовилась к этому видео. Я обычно пишу сценарий полностью. Ну, как обычно, не для всех видео я так делаю. Я накидала только наброски какие-то, да. Я обычно пишу вопрос и ответ уже сразу, да, и какие-то дополнения делаю по ходу дела. Но сегодня я буду чисто импровизировать, высказывать своё мнение. Конечно, обязательно что-то вырежу, если что-то мне не понравится, но в целом я постараюсь как-то живо беседовать, опять же, без постановок, без ничего. Потому что живое общение — это самое лучшее общение, которое можно только дать человеку, которое я бы только хотела получить, к примеру, для себя. Поэтому, исходя из своих каких-то потребностей, я, в принципе, и подхожу к съёмке видео. Я, в принципе, думаю, что многие так считают и многие хотят такого же отношения к себе. Сначала хочу рассказать вам про то, вообще, откуда я. Может быть, не все просто знают. Кто-то, может быть, только начал смотреть меня именно с этого видео, да. И я не снимала, кстати, видео обращения, видео знакомства на своём канале. У меня такого не было. Многие, я знаю, девочки такое делали, коротенькое видео, да, как их зовут, с какого города, с какой страны они, чем они занимаются. И, в общем, ну, в общем, всякое такое. Я такого видео не делала, хотя очень хотелось. Меня зовут Полина, и мне 30 лет. До этого момента я жила на Украине. Родилась я в городе под названием Мариуполь. Я там долгое время прожила, наверное, до 20 лет, это точно. И после 20 лет первый раз я уехала из города и жила в другом городе под названием Донецк. На этот момент мы уже с парнем жили вместе, как раз-таки в городе Донецке. После этого мы вместе переехали в его родной город под названием Янакиево. Это такой мини-городок, провинциальный, можно так сказать, он маленький. Мне было поначалу очень тяжело там, потому что, опять же, это мини-городок. Я жила в городе Мариуполе и в Донецке, и это очень большие города, такие, к примеру, как вот Воронеж, в котором я сейчас живу, вот в России. В общем, это большие города. И в Янакиево мне было очень тяжело, потому что ни друзей, ни знакомых. Также, в принципе, мне и в Донецке было тяжело, потому что там тоже не было ни друзей, ни знакомых. Я ими обзаводилась постепенно, но это всё равно, знаете, такое вот некое недоверие люди некоторые вызывают, потому что ты их не знаешь. Те друзья, которые у меня были в Мариуполе, это друзья, с которыми я дружила со школьных годов. И мы проверены временем были, да, я думаю, многие меня поймут. Да, есть такие люди попадались, которые сразу ты с ними начинаешь болтать, как-то беседовать, и ты такая вся там по душам. А в итоге потом оказывается, что этот человек там сплетни за спиной какие-то, и в общем, я думаю, тоже многие в курсе этих всех событий, как это всё происходит. Ну, в общем, я была недоверчива, много обжигалась, и поэтому-то была и недоверчива к людям. Я и сейчас такая, наверное, опять же в силу того, что возраст даёт о себе знать, опыт некий, жизненный также даёт о себе знать. И я могу ошибаться, конечно, в большей части жизни, да, но вот именно в моментах взаимопонимания, взаимоотношений и общения с людьми, мне кажется, у меня сейчас нет никаких ошибок, потому что я лично имею какой-то особый подход, выработанный уже у меня годами, да, которому я придерживаюсь. Да, мы переехали в родной город моего парня, долгое время там жили, я уже точно не помню, сколько лет мы там прожили. Мы жили там вместе до того момента, как вот переехать в Россию. Я так вкратце вам рассказала, если будут какие-то вопросы, можете писать в комментариях, я, конечно же, с радостью отвечу вам. Так, следующее, что я хочу вам рассказать, это такая злосчастная тема причины переезда, да. Я знаю, много на Ютьюбе ходят таких и слухов, и всего остального по поводу нашей страны, и я не хочу углубляться в политические темы уж тем более, и на своём канале я не потерплю этого. Чужое мнение, конечно, имеет место быть, но хочу сказать одно вам. Не судите, во-первых, и не судимы будете. Во-вторых, вы, живя в другой стране, не можете знать, что творится в Украине, да, и не нужно говорить о том, что вы там знаете лучше, чем все остальные. Я с Донбасса, да, и я уезжала с под обстрела. Наши семьи остались там, потому что не захотели уезжать в силу своего возраста. Просто я столкнулась в России с такими людьми, которые пытались мне рассказать, что происходит в Украине. Откуда, скажите мне, вы можете это знать, если мы даже особо не в курсе, что, как, почему. Скажу одно, война выгодна всем была. Поэтому давайте закроем эту тему. Вы ничего не знаете, я ничего не знаю. Вот так вот произошло, вот так вот случилось, и я вправе распоряжаться своей жизнью, как я хочу. Я захотела, уехала. И называть меня там какой-то, я не знаю, террористкой, я не знаю, говорить о том, что я там сбежала, бросила свою родину. Ну, а как же родина поступила со мной в таком случае? В общем, да, можно много на эту тему беседовать. Можно даже поругаться, попереругаться, как многие сделали. Опять же, не хочется негатива какого-то именно в этом видео и именно на моём канале. Но без этого никуда. Поэтому это будет всегда какие-то склоки, распри, какие-то недовольства. В общем, это будет всегда, и, наверное, с этим нужно просто смириться. Но вот то, что я объяснила, то, что я сказала, это моё мнение, моё право. И я его держала всегда при себе, пока не коснулась вот эта тема моего переезда. Просто вот эти моменты, которые я озвучила, они касаются моего переезда в большей части. В общем, из-за происшествий таких вот на Украине, да, мы с парнем моим решили задолго до этого, когда только всё ещё там на Майдане начиналось, да, мы решили копить деньги, соответственно, для того, чтобы уехать за границу. Мы ещё даже не знали, куда. Мы думали, я ему предлагала в Польшу, к примеру, у меня там друг живёт. Первое время он бы нам бы хотя бы там в плане не финансово, а в плане языка того же, в плане каких-то моментов, мелочей, он бы нам бы помог. Но молодой человек мы не захотел. Мы, в общем, долго думали. Честно скажу, это не в первый день, не в первый месяц решилось всё. Всё происходило задолго до того, как у нас даже начали стрелять. В общем, мы долго думали, решали. И честно вам скажу, мы даже до последнего надеялись, что до нашего города эта ситуация не доберётся. Но не тут-то было. У нас как раз начали жёстко стрелять. В общем, всё стало намного сложнее, всё стало намного неудобнее. У нас стали бегать с оружием по улицам, в масках. Это вообще жесть. Расскажу такой момент короткий. И когда я шла на работу, по городу ездят БТР, микроавтобусы с людьми в масках, которые с оружием бегают так же по улицам. И непонятно, кто это вообще, кто это, откуда вы. В общем, было очень страшно. Не знаю даже больше, за кого я переживала. За свою жопу, либо я переживала больше за родственников. Честно, голова была вот такая. Ты в таком стрессе живёшь всё время. Даже знаете, что я скажу? Я последнее время, последний месяц, наверное, перед тем, как уехать, это был, по-моему, июль месяц, я просыпалась не под будильник. Я просыпалась под грохот, под бомбёжку, под выстрелы. Честно, я сейчас даже не удивляюсь тем последствиям, которые меня коснулись уже после. Я сначала очень нервничала, переживала и думала, почему, почему это так случилось? Ну, именно в плане моего здоровья. Но сейчас я не удивляюсь, потому что, взглянув в прошлое, я понимаю, что имело место быть вот это вот всё. В общем, потом расскажу как-нибудь. В общем, из-за этих-то событий мы решили уже всё, хватит. Уже жить так больше дальше невозможно. И мы собрались в один прекрасный момент. Буквально, да, вот я сегодня прихожу с работы, и мы с молодым человеком сели, переговорили, решили, что всё, завтра мы уезжаем. Мы решили все свои дела, собрали сумки и, соответственно, на следующий день мы уехали. Очень было тяжело уезжать, потому что мы заказывали автобус, но автобус вёз, соответственно, не одних нас, ещё кучу людей. Но, в общем, что-то там произошло, я не знаю, в этой организации всё как-то неслажено, не договорено было. И первый автобус, который приехал на то время, которое нам сказали, в общем, в него не помещались все эти люди, которые стояли и ждали, соответственно, этот автобус. Там такое началось, это просто вот, ну, непередаваемо. Люди все толпились и залезли стоя, и сидели там на ступеньках в этом автобусе, в общем, куча у всех же чемоданов, сумок и всего остального, в общем, хаос творился. И мы уже думали, что всё, не судьба, значит, раз мы сегодня не уедем, значит, мы не поедем вовсе. Значит, не судьба. Но не тут-то было, в общем, опять началась жуткая бомбёжка, над нами летали самолёты, которые скидывали снаряды, и водитель быстро всех посадил. Он сначала не хотел брать всех, которые стоячие места были, да, он взял потом всех, абсолютно всех, и вёз нас. Некоторые проблемы были на блокпостах, в общем, это жуткая ситуация. Я сейчас, когда рассказываю, у меня просто мурашки по коже, девочки. Я никому никогда в жизни не пожелаю испытать такого, потому что это ад, это просто ад. Знаете ещё, что я, когда раньше видела моменты в новостях, где показывали какие-то военные действия в каких-то городах, в каких-то странах, смотрела на это всё, и, наверное, знаете, в глубине души я думала, хорошо, что я не там родилась, хорошо, что это происходит не у нас. Не было никаких насмешек, что вот как им не повезло. Я всегда так сочувствовала тем людям. Я всегда так думала, что, блин, там же живут люди, мирные жители, как они там вот, интересно, как, как они, бедные, там живут, и постоянно под этими давлениями, под этими выстрелами. В общем, честно, я всё это испытала на себе, и я больше не хочу. И, честно сказать, я бы не хотела, чтобы мои дети жили так. Поэтому мы и уехали. Я не знаю, как долго мы здесь пробудем. Мы не на время уехали. Мы собираемся здесь основательно жить, оставаться в России. В общем, вот так вот мы и, в принципе, уехали. Нас довезли до границы украинской. И, честно вам скажу, украинские пограничники, или как их назвать, я даже не знаю, это жестокие люди специально вызывали мужчин на какие-то эмоции, специально задевали, могли просто мимо пройти, обозвать, плюнуть в твою сторону, к примеру, да, могли просто задеть тебя за живое, обозвав твою женщину, как-то унизив её, да. Это очень страшно, потому что они все ходили с оружием, и что ты им возразишь. Ничего. Плохо, да, то, что измеряется твой ум, твоя остроумность, или ещё что-то, да, измеряется, когда ты с оружием. Вот это плохо. Будь мужиком без оружия, вот тогда поговори, имей смелость выразить свои мысли, но не тогда, когда ты с оружием. Я лично так считаю. В общем, нас мариновали очень долго на украинской границе. Мы простояли там, я не помню, сколько по времени, но мы в 4 вечера туда приехали, а уехали в 6 утра, по-моему, или в 5. В общем, короче, долго мы были там. Была жуткая жара, было очень тяжело перенести этот момент, потому что мы попрощались и с родителями молодого человека, мы попрощались с моими родителями. Так получилось, что они недалеко от границы живут. В общем, было жутко жарко, было очень тяжело морально, физически. В общем, очень тяжело. Я не спала всё это время, и я пыталась как-то расслабиться, уснуть, но не могла, ждала всё время какого-то подвоха, всё время какой-то, я не знаю, жуткой ситуации. И под этим действием я всё время на нервах, я всё время волнуюсь. И в то же время я не выдаю себя, что я как-то волнуюсь, что у меня что-то на душе как-то плохо. Хотя мы поддерживали друг друга с молодым человеком, ему тоже было очень тяжело, потому что мы вдвоём, мы не знаем даже, куда мы едем. Мы зелёные, мы вообще никуда никогда не ездили, именно за границу вместе с ним. И поэтому нам было очень тяжело, потому что мы ехали в неведении абсолютно. У нас здесь в России нет ни родственников, ни знакомых, вообще никого. Никого, кто мог бы нам подсказать что-то, куда-то как-то направить, что-то посоветовать, чем-то даже помочь. Никого нет, вы понимаете? Вы едете просто в неведение полное, в пустоту какую-то. Хотя, честно признаюсь, я очень раньше, когда снимала видео и смотрела русскоязычных ютуберов, я очень им завидовала и всё время думала, блин, у них есть и такие магазины, и такие магазины. У них есть доступ и к той косметике, и к этой косметике, потому что у нас в связи с событиями этими многие марки поисчезали с магазинов, в супермаркеты заходишь, полки пустые, не только с едой, а и с косметикой тоже. Поэтому очень тяжело в этом плане было. Но да, я завидовала ещё и до этого блогерам, девчонкам, которые живут в России, потому что у них есть доступ ко всему этому. И я в глубине души всегда мечтала поехать в Россию. Я даже молодому человеку как-то заикнулась, просто сказала, говорю, классно у них там. Я бы хотела просто не жить, а просто съездить. И не в Москву, как многие прутся в Москву, блин, посмотреть, там же ж круто. Нет, вот именно хотела бы съездить в какие-то такие уютные, укромные городишки, в которых просто можно походить, посмотреть, что там, не потусить, блин, в клубах. Честно, я вот это вот, ну, как-то последнее время ненавижу. Я и раньше-то по клубам особо не лазила, но сейчас как-то вообще, мне кажется, блин, лучше посидеть где-нибудь возле водоёма какого-нибудь, шашлыки какие-то сделать, да, либо просто там, ну, взять с собой уже всё готовое, просто побыть наедине с природой даже. Ну, не обязательно идти в клубешник, там, гаситься, убиваться. В общем, у меня видео какое-то не от мира сего. Я темы постоянно каким-то другим под темом увиливаю. В общем, я думаю, всё, в принципе, понятно объясняю. Хотя я сомневаюсь в этом. В общем, да, я завидовала девчонкам и всё время вот мечтала попасть в Россию, хотя бы просто ненадолго, пожить там, хотя бы с неделю, да, посмотреть, что, как, походить по магазинам, пообщаться, может быть, даже с русскими. Да, моя мечта, можно сказать, сбылась. Честно, поначалу я была просто в восторге, мне очень понравилось в России, даже сам вот приём на границе, на российской, мы так быстро всё прошли, и мне понравилось, как служащие отреагировали, у нас женщина в автобусе потеряла папку с документами своими, соответственно, там всё, и паспорт, и всякие там, в общем, нужные ей документы, тем более она была с детьми, там и на детей документы, в общем, это, конечно, стресс очень большой был для женщины, в общем, вся команда, все искали просто по автобусу эти документы, и по месту, где мы были, мы высадились там куча чемоданов, у всех, в общем, все помогали искать эти документы, меня это очень впечатлило, конечно, после нашей украинской границы, это, конечно, небо и земля вообще, тем более, что по времени мы прошли очень-очень быстро границу, все такие доброжелательные, все отзывчивые, не было вот этого вот хейтерства, да, по поводу того, что, ааа, понаехали, ааа, тут своих дебилов хватает ещё выйти, поприпирались, ну, есть, были такие, которые вот так вот реагировали на то, что, к примеру, я там из Украины, и всячески пытались мне высказать своё недовольство, но это уже было после, но вот на границе было всё очень даже хорошо, что порадовало всех украинцев, в первую очередь, это когда все пошли в туалет, и, соответственно, не было рядом никакой возможности приобрести воду, да, ну, пили с под крана, в общем, все потом повыбегали оттуда с бутылками, потому что вода с под крана намного лучше, чем у нас, по крайней мере, с под крана, у нас последнее время, я вам так скажу, в нашем городе, вот в Янакиево, где мы жили, и где была бомбёжка, у нас перекрыли центральный водопровод, да, и мы стали питаться водой с нашего ставка, как мы знаем, у нас были лихие 90-е, и они до сих пор не покидают нас, вечно там какие-то трупы у нас, она бывала зелёная, текла с под крана, жёлтая, вонючая, каким-то болотом воняла, даже фильтр никакой не спасал, я бывала четыре раза через фильтр пропускала воду, и она всё равно отдавала болотом, поэтому я думаю, вы понимаете, что когда мы попробовали вашу обычную воду с под крана, это было небо и земля, но честно вам скажу, вот именно мы ростовскую границу, нет, таганрогскую границу мы пересекали, и вот там вода вкусная, вот в некоторых частях ещё в Воронеже тоже она вкусная, ну именно её можно пить, она не отдаёт хлорка, она не ржавчина не отдаёт ничем вот таким плохим, она именно вкусная, как вот вода, которую без газа вы покупаете в бутылках, но по большей части, да, вот вода не совсем вкусная именно с под крана, поэтому даже не все рекомендуют её пить, даже если она вкусная, она уменьшится, к влюбит, да,